Джой Чунья – яркий представитель уродливого реализма. Его работы не на слуху среди современных художников, но у него очень высокий процент продаж. За год он продает 92% своих полотен. Вы раньше не слышали о нем? Теперь слышали. По данным портала Artnet Intelligence Report, за 2020 год выручка Чунья составила 35 тысяч долларов. Вы, как и я, возможно, не так много слышали о нем. Дело в том, что практически все свои работы художник продает в Китае. И они даже не успевают дойти до международного рынка. Что неудивительно, Чунья сам родом из Китая. В этом выпуске узнаем, почему же его работы так нравятся жителям Поднебесной. Чунья стал широко известен после создания серии работ под названием «Зеленая собака». Животные на его полотнах изображены в разных позах и с разными эмоциями и символизируют собой мотив одиночества в современном обществе, а также неустойчивость и хрупкость человеческих взаимоотношений. В контексте развития китайского искусства за последние 30 лет Джоу Чунья – исключительная фигура. Художник переосмысливает сочетание китайской живописи и неоэкспрессионизма. За 40 лет работы стиль Джоу Чунья менялся часто и иногда резко. Однако его культовые серии «Горные скалы», «Зеленая собака», «Цветок» и «Цветок персика» несут в себе смысл и дух направления литерати. После окончания Кассельской академии в Германии в 1988 году Джоу под влиянием немецкого неоэкспрессионизма и китайской традиционной живописи формирует стиль современного литерати. Картины этого стиля похожи на те, что пишут в специальной технике, когда чернила сначала наносят на холст, а потом слегка смывают. Что в китайской живописи означает стиль литерати? В контексте творчества Чунья я понимаю его так. Художнику нравится смотреть на жестокий мир вокруг себя и привносить его в свои полотна красивым и удовлетворяющим. В то же время творчество Чунья демонстрирует так называемое мягкое насилие. Я считаю, что это сопротивление художника обществу в целом. Именно серия «Зеленая собака» впервые по-настоящему привлекла внимание мира искусства. В 1993 году Джо усыновил щенка немецкой овчарки, и вскоре он стал персонажем на его картинах. На некоторых работах даже кажется, что собака проявляет человеческие эмоции. Есть мнение, что большой зеленый пес с полотен Чунья – символический автопортрет художника. После смерти четвероногого друга стиль Джо в искусстве изменился, но он увидел красоту вокруг себя. Главным мотивом его творчества стали цветы персика. Он был тронут их энергетикой. Также традиционную тему китайского цветения он соединил в своем творчестве с современным отношением к сексуальности. На его работах стали появляться розовые мужчины и женщины в объятиях друг друга. Хрупкие цветы напоминают зрители об эфемерности жизни и о необходимости ценить красоту вокруг себя так же, как объятия любимых. Однажды Джо сказал о цветах. Величайшая истина заключается в простоте. И действительно, его работа не похожа на отталкивающие полотна современных художников. В них чувствуется тепло. Серией пейзажей Джо отличается более приглушенной палитрой темно-коричневых оттенков. Его пейзажная серия номер 5 выглядит почти абстрактной, а маски кисти напоминают древние китайские пейзажи. Цвет сам по себе не имеет никакого значения. Он обретает смысл только тогда, когда люди думают о нем. В этот момент он становится символом. А знаете, что самое удивительное? Джо обучался на художника-пропагандиста в начале 70-х годов, во время культурной революции в Китае. Но, в отличие от своих современников, он рано отказался от этого стиля. Возможно, поэтому сейчас его полотна такие миролюбивые и поэтические. Сейчас Джо Чунья – один из самых успешных и продаваемых китайских художников на сцене современного искусства. В 2013 году Джо занял второе место среди самых дорогих китайских авторов в мире, уступив только Джен Ханжи. Самая дорогая работа Чунья – картина под названием «Китайские пейзажи». Она была продана за 44 миллиона юаней в 2017 году на аукционе China Guardian в Пекине. В 2019 году Джо Чунья стал единственным китайским художником, который был признан одним из десяти самых продаваемых авторов на аукционе мирового арт-рынка. Для меня творчество художника – это очень трогательная личная история. Знаю, возможно, я звучу консервативно, но в абстрактном современном искусстве такого очень мало. Его цветущие ветви завораживают меня. И в полном прямых линии современном искусстве мне хочется отдать предпочтение масляным мазкам Чунья. А теперь, не изменяя в нашей традиции, предлагаю вам угадать, какая из этих работ принадлежит Джо Чунья.